Всем привет, друзья! Всем доброе утро! С вами Турпресс Алена и Андрей. Мы в Таиланде, в городе Паттайя. И, как вы уже поняли, сегодня мы решили прогуляться вдоль пляжа Донгтан Паттайя Бича и посмотреть, что здесь есть интересного. Сразу хочется сказать, пляж достаточно узкий, но очень фотогеничный из-за большого количества пальм. На пляже Донгтан есть места, где вы можете разместиться на своих собственных полотенцах, либо на лежанках. А также есть зона с лежаками, там тотальная тень. Лежаки стоят, как и везде в Паттай, 100 бат за одну штуку. Цвет воды пойдемте посмотрим. Сегодня немного штормит, возможно, поднимается взвесь с песком. Ну, нельзя сказать, что он какой-то голубой, скорее всего, зеленоватый. Но по ощущениям вода, в принципе, нормальная, потому как много купающихся и отдыхающих. Вы сами все видите. Песок на пляже достаточно крупный, желтый, но он хрустит. Да, он хрустящий, как снег. Находимся напротив отеля Welcome World Beach Resort & Spa. Кто отдыхал в этом отеле, обязательно поделитесь своими впечатлениями. Вдоль пляжа Данктан идет достаточно гламурная, ровная набережная, ровный променад, по которому можно прогуливаться и даже кататься на велосипедах. Территория отеля Welcome World достаточно приятна, и мы можем видеть хороший, большой, чистый, вместительный бассейн. Количество отдыхающих на пляже Данктан достаточно плотное. Есть кафешки, можно попить свежие кокосы и есть туалет. Воспользоваться услугой можно за 5 бат. А напротив отель Avalon Beach Resort. Прямо на пляже можно сделать массаж. Я вот обратил внимание, много мужчин-массажистов. А я тебе скажу, почему здесь мужчины-массажисты. Почему? Потому что здесь висят разноцветные флаги, демонстрация которых нынче запрещена. Ну а сами далее делайте выводы. Все разбережь. В наше время нужно обращать внимание на все детали. На мелочи, на тонкости. Да. Двигаемся дальше. Напротив отеля Rabbit Resort. И прошли мы, как поняли, часть пляжа Данктан. Прошли запрещенную нынче часть пляжа. И идем дальше в район Протамнак. Мы в районе отеля Паттайя Парк. Это очень популярнейший отель среди россиян. Кто там отдыхал или собирается отдыхать, обязательно поделитесь своими впечатлениями. И смотрите, какой пляж напротив Паттайя Парк. Здесь, в принципе, есть зона с лежаками, есть палатка, где можно купить воду, фрукты. А также есть школа виндсерфинга. Обучение стоит 1 час 1000 бат, 3 часа 2500 бат. А просто аренда парусника стоит 1 час 500 бат, либо 1 час 300 бат. Ну, не знаю, кому интересно, вы обязательно разберетесь. Примерные цены мы вам сказали и подсказали. Ну, а мы идем дальше. Кстати, ты заметила, что здесь предлагают свободный Wi-Fi? Да, мы такой услуги не замечали ни на каких других Паттайских пляжах. А здесь действительно предлагают бесплатный Wi-Fi. Как мы можем наблюдать через забор, территория у отеля Паттайя Парк достаточно большая. И насыщенная различная инфраструктура. Здесь вам и горки, и бассейны, и всякие-всякие водные процедуры, детские развлечения. Также, кто не проживает в отеле Паттайя Парк, вы можете прийти к башне и покататься на фуникулёре. Либо посмотреть со смотровой площадки этой башни на всю Паттаю. А мы сами того не заметив, уже в районе Протамнак. И давайте посмотрим, какой здесь пляж. Этот пляж мне нравится гораздо больше, потому что смотрите, как дизельно, какие роскошные, пышные деревья растут в этом месте. И количество людей здесь не такое плотное, как на пляже Донг-Тан, мимо которого мы только что с вами проходили. Очень много свободных лежаков. Пляжная полоса пошире. А море, давайте посмотрим море. Да, здесь явно можно почувствовать больший простор, потому что очень такая нормальная песчаная полоса вперёд открывается. Людей практически нет. И вы можете свободно разместиться на своём полотенце. Можете взять в аренду лежак. Лежаки здесь, кстати, уже накрыты полотенчиками тоненькими. Так что, ну, лучше, конечно, иметь своё полотенце. Но, тем не менее, можно оценить заботу персонала о гостях. И давайте посмотрим воду. Песок здесь точно такой же, как на Донг-Тане. Слегка грубоват, жёлтый. Но, тем не менее, ходить босиком по нему приятно. Он такой тёпленький. Можно поделать типа пилинг для ног. Ой-ой-ой, ребята, какая классная вода. Ну, не сама вода, а её температура. Она так бодрит. Она и тёплая, и прохладная одновременно. Это что-то. Даже помочив ножки, уже можно почувствовать какое-то перерождение. На меня прям напало вдохновение. Очень хочу поплавать. Но, так как у меня были проблемы с ушами, отоларинголог тайский сказал, пока лучше не плавать, и чтобы вода не попадала в уши. Но я бы на этом пляже с удовольствием бы поплавала и скупалась, потому что... Ну, мне он нравится. Здесь не такое количество людей. Вода хорошей температуры. Ну, не идеально голубая, но нормально. Я думаю, что купание в озёрах и прудах, которое разрешено Роспотребнадзором у нас в Москве, допустим, в летний период, оно ничуть не безопаснее, чем купание здесь в солёной воде. Я думаю, что здесь даже вода почище будет. А как вы думаете, напишите. Ну, и не просто так сегодня мы оказались в этом месте. Для тех, кто любит Паттайя и район Протонат, я думаю, для вас очень важной новостью станет то, что спустя несколько пандемийных лет в закрытии наконец-то открылся любимый среди многих россиян отель Адриатик Пелос. Мы попробуем вам показать, что сейчас происходит на территории отеля. И я думаю, что для многих этот отель известен, потому как лет 10 назад, когда, например, мы путешествовали исключительно по пакетным турам, ездили в Турцию и Египет, нам всегда турагенты предлагали рассмотреть тропический Таиланд и конкретно отель Адриатик Пелос. Всё к чему? Потому что отель имеет несомненный жирный плюс. Он из немногих бюджетных отелей стоит прямо на берегу моря. Мне нравится территория отеля. Мы здесь в первый раз, но обилие цветов, ухоженные клумбы. Это, так я понимаю, ресторан для завтраков. Возможно, здесь также проходят обеды и ужины. И смотрите, какой прекрасный и красивый бассейн. Да, достаточно большой бассейн, что редкость для современных отелей. В основном современные отели делают маленькие бассейны, потому как это очень дорого. А здесь хороший, большой и просторный бассейн. Если посмотреть сайты туроператоров, там обозначена информация, что этот отель открыт аж в 1991 году. И тогда он открывался как хорошая, шикарная и роскошная пятёрка. Я думаю, поэтому бассейн столь большой размер здесь имеет. Но, конечно, сейчас мало что осталось от былой роскоши. Проект, наверное, не пошёл, потому что продать лакшери или хороший пятизвёздочный отель, который имеет такое количество номеров, просто было невозможно. И постепенно со временем этот отель превратился сначала в четвёрку, потом в бюджетную трёшку, но потом он закрылся, как я уже сказала, во время пандемии COVID-19. А что сейчас с ним стало? Сейчас он открыт и готов вновь принимать своих гостей. И о былой роскоши напоминают нам вот эти шторы, гигантские окна, ну и, конечно же, этот прекрасный бассейн. Редактор субтитров А.Сёмкин Что ж, добро пожаловать в Адриатик Пэлос Баттайя. Шикарная лестница напоминает о статусе пятизвёздочного отеля. Этот отель уже есть в продаже у туроператоров. И, как мы знаем, что цены не такие высокие, как на другие отели Паттайи. Обязательно напишите, рады вы, что этот отель открылся, либо нет. И кто здесь отдыхал, напишите, что-то здесь изменилось, или отель просто простоял пандемию и открылся в том виде, в котором и был. Но ещё раз хочется заметить, что когда-то, конечно, при открытии, отель задумывался как мега роскошный, о чём свидетельствует обилие золотого цвета, шикарные люстры, прекрасные, как во дворце обои. Всё говорит нам о том, что этот отель когда-то был мега роскошным. Ну что ж, друзья, подошли мы на ресепшн, попросили показать нам номер, объяснили, что мы снимаем для Ютуба, но они сказали, что не хотели бы показывать нам номер. Так что не знаю, по какой причине, возможно, они боятся, возможно, их что-то напрягает, но я думаю, если кто-то собирается в этот отель, это не причина отменять свою поездку, потому что главный плюс отеля в том, что он находится практически на берегу моря и имеет из большинства номеров шикарнейшие панорамные виды на Паттайю, на Калан, на закаты. Так что плюсы у отеля, несомненно, есть. К тому же можно отметить, что здесь очень чисто, сотрудники следят за чистотой, и еще один жирный плюс именно в данный момент, в данный период, так как отель совсем недавно открылся и недавно поступил в продажу к туроператорам, здесь очень мало людей, так что вы сможете почувствовать себя королями и королевами. В принципе, этот отель может дать фору многим отелям Паттайи, потому что здесь приятно находиться. Вышли мы из отеля Адриатик, и, как мы видим, уже заезжают туристы. Кстати, спросили про стоимость на ресепшн, и номер с видом на море и с завтраком стоит 2000 бат, это если бронировать через ресепшн. Но, конечно же, в этом отеле нужно обязательно бронировать номер с видом на море, потому что, повторимся, видно там шикарно, и к тому же отель имеет хорошие просторные балконы. Ну, а по инфраструктуре, друзья, здесь, конечно, достаточно все скучновато. При выходе из отеля можно сказать, что инфраструктура отсутствует вообще. То есть магазина минутной доступности здесь точно нет. Тем не менее, мы идем смотреть, что здесь можно найти интересного в районе Протамнак. В чем вы можете быть уверены, так это в том, что если вам понадобится веник, то здесь вы его сможете купить. В данный момент район Протамнак самый тихий и малолюдный. Если вы ищете район в Паттайе по этим двум критериям, то это район Протамнак. Вот я все думал, что как вот у нас на Вангамате ничего не происходит. А есть еще более районы, где вообще ничего нет. Еще более тихие, да. Здесь не такое интенсивное движение, людей нет вообще. Одним из минусов Протамнака еще до COVID-19, до пандемии, являлось то, что он отдаленно расположен от всех транспортных артерий. То есть, чтобы добраться до Тук-Тука, вам нужно либо идти пешком, но это достаточно долго, не всем этот вариант подойдет, либо заказывать такси уже до места, куда вы хотите доехать, либо хотя бы до Тук-Тука. Но это несет дополнительные расходы. Это был минус и является минусом Протамнака. Отсутствие инфраструктуры раз и достаточная удаленность транспортных узлов от улицы с Тук-Туками 2. Ну, здесь, как и везде, в том числе на Потайской Рублевке в районе пляжа Вангамат пахнет канализацией, ничего не поделаешь. И метров 700 от отеля Адриатик Пелос мы можем встретить первый 7-11. Но надо удостовериться, работает ли он. 7-11, ко всеобщему счастью, открыт, потому что мы тоже хотим пить. Здесь есть банкоматы, автомат для пополнения сим-карт. В общем, я думаю, можно найти все самое необходимое. Воду, чипсы, газировку, пиво и даже туалетную бумагу, если вдруг закончится. Очень хорошо заходить в 7-11, если вы запарились на улице. Здесь прям такой контраст, такая прохлада. Ну и как во всех 7-11, естественно, здесь продаются бутербродики 27-29, 39 бат. Их можно разогреть в микроволновке. Если будете купать, скажите на кассе ход. Можно купить отдельно лед и расплатиться за лед на кассе. Ну, нам такой вид товара пока не нужен. Мы хотим купить водичку. Водичку возьмем вот эту с маркой 7-11. Она нам нравится. Стоит 7 бат. И что, будешь... Кстати, вот эта водичка, кстати, Димарка, самая дешевая. Нет, там еще есть пассеи. Ну, в основном, да, вот эта вода с 7-11, она самая дешевая в 7-11. Остальная вся подороже. Так, ну и будем как-то пить что-нибудь сладкое. Сейчас здесь и купить. А? А, кстати, можно попить кофе. Мы еще ни разу не заказывали кофе, например, американо либо капучино в 7-11, поэтому можно попробовать, как тебе такая идея. И сравнить кофе со Старбаксом. Сейчас мы ее и воплотим. Латте, латте. Хот латте. Стоит 30 бат. Вот сейчас и закажем и вместе с вами попробуем. Благополучно взяли мы два напитка. Это хот латте, горячий кофе латте и один таймилк-ти, который мы очень любим. Устроимся, пожалуй, здесь. Тот, где может, на холодильниках, на чужих. Да, это Азия. Поэтому так. И смотрите, стакан кофе стоит 30 бат, но у них стоит кофе-машина, поэтому я так понимаю, что кофе зерновой. Стаканчики достаточно симпатичные, практически как и из дорогой кофейни. Возьмите у меня бутылочку. Спасибо. И мы попробуем на вкус, оценим. Так, это я взяла не латте, это таймилк-ти, друзья. Вот так он выглядит в магазине 7-Eleven. Напомню, самые вкусные таймилк-ти мы пили на фудкорте пир-21 или пир... В общем, на фудкорте торгового центра терминал-21. Там такой чай божественный. Попробуем здесь. Ой. Ну, он, в принципе, тоже вкусный. Такой же бодрящий. Но, во-первых, он не такой оранжевый, а у того из терминала-21 более привлекательный и оранжевый цвет. И, во-вторых, они сюда зачем-то положили сахар. С сахаром тоже ничего, но мы не любители сахара, поэтому желали бы, чтобы его было как можно меньше. Здесь прям сладкий, но тоже хороший, кстати. Попробуйте обязательно. И давайте перейдем к... Вокруг тебя стойка проводов и розеток. Мы просто взяли взаймы торговую точку какую-то, пока хозяина нету. Здесь вот обосновались. Да. Пожелаем хозяину хорошей торговли. Латте, пенка присутствует, но такая не особо эстетичная, но тем не менее. Хороший. Что можно сказать про латте из 7-Eleven? А про него можно сказать просто, что это точно такой же латте, как и не из 7-Eleven, а из какой-нибудь кафешки, где этот латте стоит 100 или 120 бат. За 30 бат отличный латте. Автобус Библиоблобус везет туристов, ну, наверное, в отель Паттайя-парк. Всем приятного отдыха. Мы продолжаем исследовать данный район. И как, мне кажется, мы попадаем на рынок. И неужели это и есть та самая знаменитая русская улица? Или нет? Мы знаем, что здесь такая есть, но попали ли мы сейчас на нее или нет? Не знаю. Посмотрим по карте, либо вы нам напишите в комментариях, русская это улица, либо нет. В принципе, если отойти от отеля Адриати к Пелос, и шли мы, наверное, минут 10, здесь уже рынок, то есть инфраструктура здесь начинает присутствовать. Второй магазин 7-Eleven, вот там я вижу, он, кстати, больше, чем тот, в который заходили мы. Ну, а здесь вещевой рынок и аттракционы для детей. Горки, воздушные горки. И продают одежду. Продают одежду, чемоданчики и все, 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 что вам нужно для пляжного отдыха. Сарафаны, футболки, тапки, парео. Вот эти вот подстилки для пляжа. Стоит она 100 бат. Мне кажется, 100 бат, потому что везде 100 бат стоит. Продавцы сейчас не особо активны. Все почему? Потому что сейчас день, и основные туристы, они, конечно же, на пляже. Я думаю, что ближе к вечеру здесь уже начнется движуха. Все будут ходить, покупать, выбирать. Но товара здесь достаточно много. И мягкие игрушки, и мячи, и футболки. Смотрите, 7-11 знаменитейший. Для фанатов. Да. Различные юбки, накидки, солнцезащитные очки. И мы попадаем с вами. Куда? Мы попадаем с вами на продуктовый рынок. И здесь, я так понимаю, типа фудкуртон. То есть очень много палаток с едой. Вы сюда можете прийти, что-то заказать, напитки, еду, разместиться за столиками и здесь поужинать. Но так как в основном рынки в Паттай начинают свою работу... Ну, что ты пяти, наверное. После пяти. Да, сейчас мы видим, что здесь достаточно неоживленно. Так что приходить лучше ближе к вечеру. Ну, хотя вот я вижу курица там готовится. Да, либо какое-то рулька, мясо. Что это? Подойдем поближе и посмотрим. Greek food называется. Заведение. И смотрите. One chicken. Одна курица стоит 180 бат. А половина курицы стоит 90 бат. Также можно купить пирожок со шпинатом, греческим сыром и травами за 80 бат. Такой слоеный пирожок, мне кажется, он вкусный. Меню в кафешке на этом рынке и том-ям стоит 80, 100, либо 100 бат. В зависимости от ингредиентов. В принципе, цены такие же, как и в среднем по Паттайе. Свежие кокосы, смузи, фрукты. Наборы огурцы, огурцы, помидоры. Один ананасик 10 бат. Маленький такой. Порезанная маракуйя. Джекфрут. Ананасики почищены. Связки бананчиков по 60 бат. Килограмм манго 50 бат. Ну и как же в Таиланде без оливье свиной шейки? Супа из свинины с курицей. И все виды морепродуктов. Пиво и кокос. Жареные русские пельмешки, блинчики. Все, что мы любим. О, маринованные огурчики за 60 бат. Грибной супчик. Сметана за 80 бат. Пироски. Пироски. А вот это не борщ? Борщ, точно. Это суборд за 150 бат. По-моему, надо попробовать что-то. Ты соскучился? Давай попробуем. По русской-русской зиме. Точно. Зашли в кафешку меню, которое мы вам только что показывали. И, на удивление, ни борща, ни салата оливье, ни прочих русских традиционных солений в меню не оказалось. Ну, они недоступны. Кроме томка, том-ям и прочих подтаев, в меню оказался грибной суп-пюре и жареные пельмени. Этим шансом мы не могли не воспользоваться и попробуем блюда русской кухни в тайском исполнении. Также мы заказали традиционный летний салат без укропа и петрушки, который включает в себя огурцы и помидоры тайландского происхождения. Салат стоит 60 бат. Минус. Да, но набор из огурцов и помидорчиков можно купить на рынке, как мы с вами видели, за 40 бат. Ну, вот такая экономика. Давайте попробуем. Грибной суп себе заказал Андрей. Я столько не съем, но попробовать для вас, конечно же, нужно. Грибной суп из себя представляет. Действительно, суп-пюре. И мелкие-мелкие-мелкие, я так предполагаю, шампиньончики. Попробуем, отличается ли он чем-нибудь от том-яма. Сладковатый имеет вкус суп, но после бесконечных том-ямов это очень даже и хорошо. Да, супер. Но почему-то он сладкий все-таки. Да, пельмешки, пельмешки без спешки. Принесли, кстати, нам заказ очень быстро, наверное, в течение 5-10 минут. Что это? Давайте попробуем. Это сметана либо майонез. Вот так выглядит. Может быть, это йогурт. Сладкий минус? Нет, не сладкий, похоже на сметану. По консистенции сметаны, по вкусу что-то между классическим йогуртом и сметаной. Но тоже очень-очень обаятельно. Ну и что, пельмешки, друзья. Не ели мы их, наверное, лет 350, а может быть, даже и 400, особенно жареные. В основном мы едим, если едим пельмени, то вареные, а жареные... Ой, в Муму жареные пельмени были вкусными. Кто недавно был в Муму и пробовал жареные пельмени, напишите, как они на вкус сейчас. Ну что, всем приятного аппетита. Поехали. Слышьте, ну они слегка суховаты, снаружи корочка, слегка суховаты, но я вам скажу после, опять-таки, подтая, том-ямов, и сом тамов. Очень даже... Там еще есть мотровка. Хорошенькое блюдце. Да. Не блюдце, а от слова блюдо. Здесь их сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцатый ты съела. И двенадцатый я съела. Это пельменная дюжина, друзья. А стоит 100 бат. Давайте попробуем огурчики и помидорчики. Ммм... Огурцы... Прям как с грядки. Ну, огурцы... Не знаю, на каких грядках они выращиваются в Таиланде, но имеют очень даже привлекательный вкус. Свежие, сочные, в меру сладкие, хорошие огурцы. Вне зависимости от того, где бы мы их не покупали, в кафе, либо на рынке, либо даже в Сау-Милен, они всегда одинаково хорошие. Ну, а помидорчики тоже ничего, нормальные. Помидорные. Ммм... Обычные коктейльные помидоры. Что из Марокко, что из Таиланда, они везде имеют одинаковый вкус. Ну, пельмешки хорошие, реально мне понравились. За пельмени можно поставить 5 с минусом из 5. Суп хороший, но слегка сладковатый. Поэтому суп тянет на четверку. Всем приятного аппетита! Так, 520 бат составил счет за наш обед-ужин в этой кафешке. И меня терзают смутные сомнения, что мы таки оказались на русской улице, сами того не ведая. Здесь въезд в отель Паттайя-парк. И пойдемте еще, сходим на рынок и убедимся, что это все-таки и есть та самая русская улица. Ну, если сравнивать расстояние от Адриатика до этого рынка, то, в принципе, все не так плохо, как нам когда-то рассказывали турагенты, что у Адриатика мало инфраструктуры. В принципе, за 5-10 минут вы вполне можете дойти до этого рынка. Здесь есть еда на любой вкус. Также еще один магазин 7-11. И если это и есть русская улица, то я так понимаю, что на этой улице есть все, что вам нужно. Время 5, и рынок начинает оживать. Друзья, все. Если вы слышите эту музыку, это и есть главное доказательство того, что мы действительно где? В России. Нет, мы в Паттайске. Ой, в Паттае. Ну, а для тех, кто не был в Паттайе и собирается в первый раз, либо для тех, кто не был в Паттайе и не собирается в Паттайе, мы спешим сообщить, что откуда взялась русская улица. Когда-то был построен отель Паттайя Парк. В него стали приезжать туристы из России и предприимчивые тайцы. Естественно, чтобы вести торговлю, бизнес, они выучили слова на русском языке, слова и фразы и обвесили все русскими вывесками, чтобы продавать свои услуги и товары туристам из России. Экскурсии и трансферы, кафе от души, аренда и продажа, квартиры на берегу моря всего лишь, а 30 тысяч бат, от вилы, от семидесяти, обмен валют. Да, действительно. Кебаб, натуральный, шаурма, курица. Вкусно, обалденно. Завтраки и комплексные обеды. русская, тайская кухня. Да, друзья, волей-неволей, правдами и неправдами мы оказались на русской улице. В России, в потайский, в Адлерии, в Сочи. В потайский, я думаю, будет более справедливо назвать это по-тайском. Да, агентство недвижимости, аренда байков и велосипедов. все вывески сообщают нам об услугах исключительно на русском языке. Ну вот вам, пожалуйста, гуава вкусная, сладкая, лонган вкусный, сладкий, красный драгон, вкусный, тайский, королевский манго, очень, очень вкусно. Манго, Вьетнам, это тоже очень вкусно. и убедительная просьба не давить. Тайский манго очень вкусный и 3 килограмма отдают за 100 бат. И камбоджийский зеленый манго очень вкусный. Друзья, ну можно продолжать бесконечно, но факт остается фактом. Мы на русской улице в чудесном городе Паттайя. Для друзей очень хороший массаж. Приехав сюда, туристы из России явно не растеряются. Где массаж, а где не массаж? Где ресторан, а где не ресторан? И что нам предлагается здесь? Ресторан, печера, окрошка, квас, кефир, том-ям, пельмени, сибас, акула и крокодил. И черний блюз у Натали. Как вам, друзья? Это экзотический Таиланд. Вкусно! Бенни, оздоровительный массаж. Таиланд? Да? 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 Аааа. Итак, по ценам. Тайский массаж 1 час 200 бат, массаж ног 200 и массаж с маслом 300 бат. В принципе, цены очень даже хорошие, а сотрудники приветливые. Спасибо. Качественная косметика по низким ценам. Ну что ж, друзья, мы здесь впервые. Честно говоря, какие-то необычные ощущения. Кто здесь был, отдыхал, обязательно напишите, поделитесь вашими впечатлениями, как вы себя здесь чувствовали, как прошел ваш отдых. Ну что можно сказать? Можно вспомнить песню. У нас на Брайтоне отличная движуха. Конечно же, мы не на Брайтоне, а на какой-то улице тайской, по-тайской, которая в простонародье называется просто Русская улица. И действительно, все-все-все здесь маникюр, массаж, апартаменты, все вывески исключительно на русском языке. Вот, допустим, российский турист точно не потеряется. Зубная паста 17,5 бат, маска 10 штук, 80 бат, и даже конфеты за 19 бат, и бальзам от боли, чудодейственный, за 20 бат. Зоопарк мини, вот, пожалуйста, 99 бат. Мини-зоопарк. Ой, ты господи, ребята, здесь есть мини-зоопарк. Действительно. Класс. Билеты взрослые 99, дети 99, можете покормить и поиграть с животными. Ну, что скажешь, в любом случае мы хотим услышать ваше мнение, пишите, комментируйте, высказывайте, как вот, хотели бы вы здесь побывать, не хотели, ну, а кто был, тоже делитесь своими впечатлениями, потому что, ну, как-то это все необычно. Мы все-таки, находясь за границей, хотим чувствовать себя за границей. Ну, неплохо попрактиковать английский, с кем-нибудь перекинуться, типа, Hello, how are you? I'm fine, and you? Ну, здесь, я думаю, что для тех, кто не знает английский язык от слова совсем, это не есть ни плохо, ни хорошо. Я думаю, все те люди, они будут себя чувствовать здесь, как минимум, комфортно. Ну, и пляж вполне достаточно хороший около отеля Паттайя Парк и около Адриатик Пелос. Адриатик Пелос. Винегрет, оливье, краблый салат, салат с морепродуктами и огурцами, борщ, борщ, солянка, суп гороховый, куриная отбивная с гарниром, тушеный картофель, вареники, пельмени, драники, меню очень большое, гречка и голубцы. Вот эти подстилки для пляжа как раз стоят 100 бат, я так понимаю, размер побольше, да, и поменьше, 80 батнов, штука удобная. вот это побольше, это двойной, а поменьше, полуторный размер. Ну, да. Полутораспалка, как раньше говорили. Точно. И на этом закончилась русская улица в Паттайе. Собственно, как и наш сегодняшний выпуск, друзья, если он оказался для вас полезным, либо приятным, обязательно поддержите нас лайками, позитивными комментариями, и, конечно же, обязательно подписывайтесь. Ну, а с вами была Турпресс, Алена Андреев. Всем отличного, позитивного и солнечного настроения. Увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok